Всем привет! Страйкбол Спорт на связи! И сегодня я хочу вам показать новинку от давно уже известной вам компании East Crane. Казалось бы, East Crane не что новенькое? Все уже видели. Чем нас удивляет-то? А оказалось, что все-таки кое-что новенькое у них еще есть. Сегодня заценим страйкбольный автомат East Crane Strike Industries Gridlock с 8,5-дюймовым цевьем в двух цветах. Погнали! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Итак, что же в нем такого особенного? Обо всем по порядку. Ну, во-первых, даже для East Crane он реально круто внешне выглядит. Необычное сочетание цветов, черно-золотой и черно-красный, придают ему некую пикантность и агрессивные черты. Тут не обошлось, кстати, без именитых брендов. Дарит ему внушительный и опасный вид. Во-вторых, у него интересные обвесы, ну, части корпуса прямо из коробки. Начнем с того, что в основном вся, да нет, вообще вся внешка у него представлена деталями от компании Strike Industries. Ну, репликами, разумеется. Strike Industries это компания из США с более чем 10-летним опытом выпуска крутых аксессуаров для платформы R15 и пистолетов. Приклад Viper от Strike Industries на металлических направляющих. Нового типа с более широким акульным плавником под форму приклада. Похожую модель мы с вами видели, кажется, на 333-й версии крейнов. Выглядит более мощно, сделан из здорово прочного пластика, легко извлекается и превращает из компактного привода в совсем коротышку. Для удобного маневрирования в CQB. Как по мне, небольшим минусом наличия такого приклада является скромный отсек под аккумуляторную батарею. Так что сперва необходимо подобрать аккумулятор под размеры его трубы. Ну, если так можно назвать, конечно. Мы тут заглянули вперед и, дабы нивелировать этот минус, завозим специальные аккумы ПДВ-типа. То, что нужно для такого приклада. Я тут вычислил классную схему по увеличению батарейного отсека. Путем нехитрых манипуляций можно выиграть себе пару сантиметров запаса, тем самым дав возможность поставить аккумулятор. Слегка побольше. Снимаем заглушку приклада, откручиваем контргайку и вместе с ней основную часть приклада. И вот тут вы выиграете как раз те самые заполученные пару сантиметров. Как-то так. Далее. Гарда спускового крючка. Она необычная, выкрашена в золотой цвет, прошита перфорациями, то бишь скелетизирована вообще, насколько это возможно. И в целом очень приятная на вид и на ощупь. У нее, кстати, даже имеется специальный выстав со стороны шахта-магазина, который, скорее всего, рассчитан для быстрой перезарядки. Бодик. Он же корпус. Алюминиевый сплав, стандартный аэрочный форм-фактор. Ну и прикольные маркировки от компании Strike Industries. Полагаю, максимальный копийный. Идем дальше. Пистолетная рукоятка. Выглядит обычной, перфорированной. Мое, но типа не мое. Ну, в общем, в целом выглядит как обычная AR-пистолетная рукоятка. С увеличенным хвостряком или какой-то там бобриный хвост. Короче, выглядит норм. Затворная рукоятка. Я такие обожаю. Тактикульная форма, маркировки, покраска. Все как надо. Ну и самое, на мой взгляд, интересное и крутое, то, что, собственно, я никогда у них ранее не видел, это цевьё. Называется оно Strike Industries Gridlock. В данном исполнении длиной 8,5 дюймов. Оно как бы низкопрофильное и как бы нет. И вообще, самая главная фишка является наличие двух интерфейсов для установки различных аксессуаров. Что я имею в виду? Посадочное место типа RIS для установки тактического оборудования. Внутри самой же планки сразу есть отверстие под интерфейс M-Lock. Круто, согласитесь? При этом на всём цевье преобладает тот же M-Lock, что, кстати, сообщает нам специальная маркировка. Также сверху имеется классическая планка RIS. И тоже не без приколов, в неё встроена подъёмная мушка. Таким образом, мы получаем гибридное, мультиинтерфейсное цевьё с возможностью обвешивать привод и стильно, и необычно, и, что самое главное, под удобство пользователя. Также в её копилку летят крутые маркировки с обоих сторон и двухстороннее посадочное место под QD-антапку. Также хочу застрять внимание на пламегаситель. Тут он тоже очень интересный. Он, во-первых, большой, что нам сразу намекает на то, что, сняв его, мы сможем спокойно поставить почти любую трассерную насадку с 14-й минус резьбой. Ведь толщина внутри цевья почти 3,5 см. Но, во-вторых, он сам по себе тут круто и очень брутально смотрится. Он двухсоставной, то бишь, это внешний кожух, состыкованный со стандартным пламегасителем, что даёт нам, по сути, два пламегасителя в одном, прямо из комплекта. Маркировки на корпусе тоже имеются. А теперь минутка для тех, кто любит простые инфобрашюрки. Привод почти весь сделан из алюминиевого сплава. Кроме заглушки трубы, плавника приклада и пистолетной рукоятки, имеет второй стандартный гирбокс АП-версии. В сложенном состоянии 61 см, в разложенном 68 см, вес 2560 грамм, длина внутреннего стволика 200 мм. Походу, какие-то свои стволики. Разъём аккумулятора под мини-тамию, выхлоп 120 м в секунду. Одиночный автоматический огонь, а также предохранитель. Комплектация сам привод, один бункерный магазин и какая-то документация. Имеет два цветовых решения на рынке. Чёрно-золотой и чёрно-красный. Блин, вообще-то могли в золотом цвете покрасить точно так же, как и в красном. Здесь вот переключение огня и кнопку сброса. А тут, получается, тут нету, а здесь есть косяк, косяк. Вот такой вот интересный гридлок получился у East Crane. Симпатичная М-ка с габаритами как на среднюю, так и, разумеется, на ближнюю дистанцию. С прикольной, выделяющейся внешкой. Всё, как мы любим. Подписка на ВК и YouTube. Там все наши новости и анонсы. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok